Лист бумаги Лист бумаги нет Все нормально, тут в порядке Видимо где-то там в глубине По норме? Но 20 просто в воздухе Допустим 18-20 Из квартиры, из окна это хорошо Приемлемо максимум А здесь сейчас было 22? Это нормально Это абсолютно нормально для этого места Просто по сравнению с деревом С воздухом это почему-то больше Это очень подожди Проход закрыли, а причину не написали Какие работы ведутся? Насколько? Кто ответственный? Есть еще где-нибудь? Есть, идем дальше Все, идем дальше Ситуация критическая Мы боимся, что нас будут за руки хватать Но лучше тогда вообще что-нибудь делать Сиди дома Малу Функционные контейнеры вывозили Кто и спасили Скусно вывозить туда Смотрит ворота Прямо мало? Попрошу Естественно мало Я сейчас вообще на это пришел Потому что подумал, что мы пойдем в сторону Жека Андреевский Чтобы показать Один интересный феномен Мы же туда не пошли За белый За белый Между белый Там гаражи такие Между гаражами Правильно? Мы там мерили Там нормальный фон Рядом с гаражами А мы меряли Вот дом 25 дробь 2 В котором подушки У них во дворе было Вот у них было Вот тут Потому что все Денисградки Когда два Девушки С буломиком пойдет, да? Да ладно, так будет Видеокамера Осторожно, я Залишаю Ну, среди, среди чужака Ну, два человека Кто? Ну, кто? Кто? Не воруй Ну, что? Ну, что? Спокойный Ну, что? Это просто при завороне А вот я возьму Пойдем в туфлю, что пойдем 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 туда Анатолия Анатолия Это повоенная Девушки Я не знаю Не хочу Я не знаю Пойдем Не знаю Я не знаю Девушки Я... Я не знаю Мы поймем Подбежать А что ли нет? Это ловит маленькую радиоактивную частицу, недостаточную информацию, чтобы понять, радиоактивно или нет. У нас же в воздухе летает абсолютно все подряд. Даже в космосе он не будет показывать ноль. А, вот же у нас вырук это. Вот, хорошо с ней. Ой, как интересно. Конечно, мы должны помнить, что цемент и гранит, они всегда по умолчанию радиоактивны. И сколько там сейчас? В пределах нормы. Просто молит чуть больше, чем от места. То есть, вот это, вот какая, целый окок вырвали. А никаких документов нет, в том числе ордера УАТИ нет. Иначе бы, ну, я уже запрос на эту тему сделал, но если бы они были, их бы обязательно повесили на информационном щите. Что должен быть ордер УАТИ, глубже полуметра, 50 сантиметров. А они могут не иметь его? У нас же как все строится? Если бы они его умели, они бы здесь торжественно вывесили его. Конечно. Очень хорошо, что мы все... Чисто незаконная работа. Саша, мне эту фотку, отделю, фотку траншеи сделайте. Сергей, Сергей, давайте. Вот это, видите, мы сколько нового узнаем. Это точно вытопки? А это на будущее они установили, да? Не важно, на будущее, на прошлое. Я буду пикерировать. Разрешайте это делать. Помню, осенью мы издали, хотели к Снему городу. Мы видели там, как третий, не такие. Кафе взяли, да? Сейчас. Дорогой, да? Разрыли канаву, и мы как-то подняли шум. Лишь ли, если пришлось, что-нибудь пришлось. Мы говорим, у нас тут операция военная, люди... А вы тут праздник устроили? А как, подсунуть туда ручку нельзя? Там, у нас еще нужно походить, чтобы больше собрать. Это отструкция Лешко, там, туды-сюды. А потом убрали, потому что им пришлось изменить проект, который они не согласовывали. Они же не согласовывались. Так, ну что, какие предложения? Ну, может, уже поделось, но все понятно. Все понятно. Спасибо. Ну, много будет, да? Это территория была общественной зоной, где было очень много магазинчиков, было много точек малого бизнеса, студий всяких. Самое главное, не только что вы там находились, тут был универмаг Билла, которым пользовалась вся округа здешняя. Вот почти, не знаю, треть района Хамовники пользуюсь этим магазином. Два года назад здесь все закрыли. Тогда это был Газпромбанк, который собирался здесь строить жилой комплекс из восьми корпусов. Сейчас он передал свои права компании Интека, и она хочет эту территорию, так сказать, застроить. Кроме того, здесь мы видели арку, это исторический объект. Здесь находился... Ты уходи, чтобы мы потихоньку не насмели. Вот. Вообще-то, часть этой территории является охранно-культурной зоной. То есть здесь, и вот та арка, которую мы видели, это один из охраняемых объектов, это объекты культурного наследия. По всем законам, существующим в Российской Федерации, по данной теме, строить здесь ничего нельзя. Но здесь струб собираются строить. С дикими нарушениями, какая-то зона инкогнито. Охрана нам говорит, что здесь частная территория, мы не видим никаких информационных счетов. Мы не видим номера Ордера УАТИ на этих счетах, который должен быть, поскольку мы своими глазами здесь видели траншеи полтора метра. То есть явно больше 50 сантиметров, что требует Ордера УАТИ. Мы видели бытовки здесь. Да и само ограждение, которое здесь поставлено вокруг, по всему периметру, оно тоже требует Ордера УАТИ. Мы все-таки не в пещерах живем, у нас цивилизованная страна, город. Просто так взять и огородить такую территорию, где пользовались люди, посносили здесь все. На сносы тоже нужны специальные разрешения. То есть это территория беззакония. Ну и самая вишенка на торте, в кавычках, конечно, такая, возможно, ядовитая, это грунт, по заключению эксперта, который оценивает этот проект, грунт токсичный. Это связано с газохимией, когда здесь в 30-е годы была строительная выставка. Собственно, отсюда и проистекает историко-культурное значение территории. Здесь этот грунт насыщали непонятно чем, и он является ядовитым. Сегодня мы провели проверку радиоактивности, пока мы ничего не нашли. Ну так и рыть на основную территорию, кроме тех траншей, ну это сбоку, это по периметру, хорошо, что там нет радиации. Но здесь пока ничего не рыли, мы здесь не можем понять, что нет ли радиоактивных изотопов в этом грунте. Поэтому мы будем дальше заниматься этой территорией. Жители, конечно, возмущены, что вместо социальных нужд, которые они здесь, так сказать, удовлетворяли, здесь просто кто-то будет жить. Здесь не будет поликлини... Здесь очень маленькая поликлиника, которая и так переполнена людьми. И представьте, сюда еще вселятся, там, не знаю, тысячи человек. И что будет с медобслуживанием в этом районе? Этого проблемы никак. Здесь другие социальные объекты отсутствуют, детские сады и так далее. Все это надо строить, видимо, здесь, раз такая новая армия людей будет расселена. Но в проекте этого ничего нет, проект вообще никто не видел, про него никто ничего не говорит. Типичная история для Москвы. Сейчас не такая типичная, поскольку сейчас вообще все эти стройки приостановились из-за кризисов всяких. Всякого рода кризисов, в том числе и финансового, застройщиков. Но вот, видимо, очень богатая компания Интека, она может себе позволить. Я увидел фотографии, что жильцы моего дома, пятого, четвертый, пятый подъезд, которые максимально видят вход на стройку, присылали фотографии, что достают свинцовые контейнеры. Свинец используется при захоронении отработанных химических материалов, радиоактивных, для того, чтобы радиоактивные изотопы не отравляли почву. То есть, да, свинцовые контейнеры, если обнаружены, то, скорее всего, нужно вызывать МЧС, РХБЗ, войска, чтобы понять, какого рода это контейнеры, откуда эти захоронения. Перевести их на полигон и утилизировать в соответствии с законами, нормами и так далее. МЧС мы не видели, только сообщения, постановления, я не помню, управы правительства Москвы, управы района. Просто постановление, что все было по планам. Но я сомневаюсь, что были сотрудники МЧС, потому что я не видел спецтранспорта. Я не видел спецтранспорта тяжелого, грузовиков, чтобы можно было вывезти на отдельные полигоны. Я видел только грузовик строительной компании и очень много гастарбайтеров. Это меня пугает, потому что я не думаю, что гастарбайтеры умеют избавляться от радиоактивных отходов. Плюс, доставая свинцовые контейнеры из-под земли, они использовали обычный кран. Никаких подстраховок, недостаточно человек рядом на случай, если вдруг что. Пока происходил этот процесс вывоза свинцовых контейнеров, у меня сердце колотилось. Я боялся, вдруг сейчас сертифицированный крановщик нажмет не ту кнопочку, свинцовый контейнер упадет, треснет. И освободятся квартиры, в которые Собянин засеет людей. Центр Москвы, дорогой золотой квадратный метр. Это было бы очень печально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!